В сдаче норм ГТО главное порядок, а потому необходимо тщательно записать всех, кто сегодня готов показать свои умения в различных спортивных дисциплинах. Тем более, что все полученные результаты тщательно протоколируются и в зависимости от них школьнику присваивается тот или иной значок, как в соревнованиях бронзовый, серебряный или золотой. А в спортивном зале уже идет построение. Представитель центра тестирования объясняет школьникам, где какие дисциплины норм ГТО будут сегодня приниматься. Вот здесь будут прыжки, вот там пресс, подтягивания, наклоны и вот здесь будут отжимания. Соответственно, не толпитесь здесь в одном месте, подошли, выполнили там, где свободно более-менее, идете дальше. Таким образом, учащимся необходимо пройти тесты по пяти дисциплинам. В отличие от школьного стадиона, где ребята сдают бег или метание спортивных снарядов, в физкультурном зале идет тестирование по более статичным видам, не требующим большого пространства. Но, как отмечают сами школьники, без подготовки хорошего результата не покажешь. Готовишься, в принципе, нет никаких проблем, но если ты не занимался спортом, ты их не знаешь точно. Именно на золото. А каким спортом ты занимался? Я баскетболом, плаванием, три года футболом занимался. Также три года плаванием, регби, ногчим. Центр тестирования ГТО работает на территории Ленинского района около двух лет. Он создан на базе Дворца спорта «Видное». Именно его сотрудники и являются судьями, оценивающими качество выполнения той или иной дисциплины. Владимир Малышев, принимающий тесты на подтягивания, бывший учитель Володарской школы. Здесь он отработал 25 лет, а потому показанные учениками результаты его очень порадовали. Подтягивание все его в основном сдали. Там без исключения двух маленьких ребят. Остальные все подготовка нормальная. Варьбе готовы служить. Хоть сейчас брать нужно. Есть от сдачи норм ГТО помимо пользы для здоровья, пользы и для будущих студентов. Дополнительный балл при поступлении в высшие учебные заведения получают те, кто прошел успешное тестирование. Есть за что побороться. Судя по количеству дипломов, которые висят в коридоре перед физкультурным залом, в учебном заведении спортом занимаются активно. В школе достаточно хорошо подготовлены дети, но отжимания сдают очень хорошо. Сдача норм ГТО школьниками будет продолжена и зимой. Им необходимо продемонстрировать свое мастерство на лыжной трассе. Максим Козлов, Алексей Руднев, Ольга Садовская. Видное ТВ.